Откроет ночь искусств библиотека имени Пушкина в 16 часов. Там начнется праздник для всей семьи «Теплый вечер». Занятия по душе в Пушкинке найдут и дети, и взрослые. Гостей библиотеки ждут творческие мастерские, мастер-классы, игротека, караокезона и театрализованные представления. Программу «Теплого вечера» в этом году составили по книгам Дэвида Макки «Элмер». Мы стараемся знакомить наших маленьких саровчан и их родителей с такими замечательными книжками, которые могут и открыть мир, и открыть ребенку самого себя, и показать какие-то лайффаки жизненные, которые помогают в жизни сделать что-то хорошее, доброе, самосовершенствоваться, учиться чему-то, и в то же время заниматься творчеством. В 6 часов вечера гостей библиотеки приглашают на молодежный поэтический квартирник, а после участников «Теплого вечера» ждет выставка, сушка и библиотечный концерт. В художественной галерее в это время стартует сразу две программы для малышей и взрослых, для детей. Организаторы подготовили творческую мастерскую «Кто в лесу живет» и диафильм «Сказки нашего детства». Взрослая программа у нас тоже стартует в 6 часов. Мы открываем нон-стопом две выставки, начинаем мы с художников Сарова 2019, ждем весь город, потому что эта выставка очень любима вообще горожанами, потому что эти художники живут не за горами, не за долами, а здесь, в нашем городе, на соседней улице, в соседнем доме. Также гостям покажут документальные фильмы «Вертинский одинокий странник» в рамках фестиваля историко-патриотического кино «Набад». Закончится вечер в художественной галерее концертом рок-группы «Тайсо». 4 ноября свои двери откроет и библиотека имени Маяковского. Подробнее о «Ночи искусств» можно узнать на официальном сайте Артсаров для лиц старше 6 лет.